Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен. Аминь. Озбучиваем Новый Завет с толкованием блаженного фофилакта. Это у нас по порядку после деяния, под номером 20. Все, деяние своими номерами прошло, по полчаса насчитываем, один файл, ну и дальше, номер 20. Послание к римлянам, 6 глава, 15-16 стихи. Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь. Или рабы греха к смерти, или послушания к праведности. Толкование блаженного фофилакта. Всегда предлагает апостол такие возражения, почему и приводит, и решает их, как поступает и с настоящим возражением, отвечая на него «никак». Потом доказывает, что для нас нетрудно не грешить. Представьте, внушает в уме своем что лучше. Быть ли рабами греха, предавшись ему по своей воле, это значит отдаете, и получить в награду смерть, то есть вечное наказание. Ибо грех Адама породил смерть, телесную и временную. А теперь совершаемый грех подвергает человека вечной смерти, то есть вечному наказанию, или повиноваться Богу, получив в награду праведность и проистекающие из нее благо. Римлянам 6, глава 17 стих. «Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя». Толкование. «Освобождение нас от онных зол есть дело не человеческой силы, но Божией. Почему и должно благодарить? Потом вы стали послушны не по принуждению, но по собственному сердечному расположению. Поэтому не возвращайтесь на худшее, от которого отстали вы добровольно». Доказательство о благодати Божией присовокупил. Предали себя, то есть Богом наставленные на образ учения. Какой же образ учения? «Жить благочинно и благоустроено». Римлянам 6, глава 18-19 стих. «Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности». «Говорю по рассуждению человеческому ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваших рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваших рабы праведности на дела святые». Толкование. «Два благодеяния получили от Бога и освобождены от такого бесчестия и стали рабами праведности, что составляет для нас великую славу». «Потом, желая сказать, чтобы римляне так служили Богу, как служили греху, предварительно замечает, говорю по рассуждению человеческому, то есть предлагаю нечто низкое, недостойное предмета, соразмерное в вашей немощи. Ибо надлежало показать несравненно большую меру служения Богу, нежели греху. Но по немощи своей, говорит, представьте хотя бы равную меру. Заметь, как ясно показал наше добровольное рабство, сказав, «Ныне представьте члены ваши». Сами, говорит, делая себя пленниками, вы подвергались нечистоте, то есть при любодеянии, любодеянию, делам самым постыдным. И что говорю об одной нечистоте? Вообще всякому беззаконию. И при том в рабы беззакония, то есть чтобы еще более беззаконничать, ибо совершив какой-либо грех, вы не остановились на том, но в этом самом нашли себе побуждение к дальнейшему беззаконию. Итак, в той же мере представьте члены свои в рабы праведности, то есть всякой добродетели, дабы проводить жизнь в целомудрии и в святости, а не в прежней нечистоте. Послание к римлянам, 6 глава, 20-21 стихи. «Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть». Полкование. «Когда вы жили в пороках, отчуждены были от правды, тогда вы не подчинялись ей, вовсе не хотели служить ей и сами, освобождали себя от нее. Поэтому теперь, служа правде, не подчиняйтесь греху». «И какой плод имели вы от нечистоты? Никакого, кроме бесчестия. И что говорит бесчестие? Имели плодом смерть, потому что конец их смерть, и телесная весьма часто, и душевная всегда. «Но от смерти вы избавлены благодатью хрустовую, а стыд еще остается не без пользы, ибо теперь вы стыдитесь грехов тех». Послание к римлянам, 6 глава, 22-23 стихи. «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим». Полкование. «Плод греха есть стыд, плод правды – освящение, чистота – непорочность. Конец первых – смерть, конец последней – вечная жизнь, ибо возмездие за грех – смерть. Так и вам, служащим греху, грех давал возмездие – смерть, а дар Божий – не сказал возмездие от Бога, но дар, ибо они как вознаграждение или воздаяние за труды вы приняли. Но все то произошло по благодати во Христе Иисусе, ибо все совершено им». Послание к римлянам, 7 глава, 1-3 стихи. «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив? Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцей. Если же умрет муж, она свободна от закона, и не будет прелюбодейцей, выйдя за другого мужа». Толкование. «Оставив нравственное учение, возвращается к догматическому и доказывает, что слушатели его не должны уже оставаться под законом. Закон, говорит, как и вам известно, имеет власть над человеком, доколе человек остается в живых, ибо на мертвых он не простирается. Так и вы умерли для закона, и потому он не имел уже на конец власти над вами». Так намекает на это вначале, а далее говорит об этом с иной стороны. Именно. «Когда умрет муж, то жена имеет власть сочетаться браком с другим. Здесь мужу подобил закон, а жене – слушателей своих». Затем надлежало сказать, «Следовательно, братья, закон не имеет власти над вами, ибо он умер». Но апостол не сказал так, чтобы не огорчить иудеев, но представляет умершую жену, то есть самих иудеев, которые потому пользуются двоякой свободой. «Ибо если жена свободна от власти закона, когда умрет муж ее, то тем паче свободна она, когда умерла сама». Послание к римлянам, 7 глава, 4 стих. «Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу». Толкование. «Если вы умерли, то не состоите под законом, ибо если жена по смерти мужа не подлежит ответственности, то тем паче свободна она от иго закона, когда умерла сама. Заметь, как мудро доказывает, что сам закон хочет, чтобы оставили его. Итак, и вы освободились от закона телом Христа, распятого за нас. Ибо тело для того и умершли, но, чтобы вы умерли для закона и были под властью другого, за вас умершего и потом воскресшего. Ибо закон не живет уже после того, как умер, а Христос живет и после того, как умер. Так что вы не имеете власти отступать от него, живущего. А какая польза от этого? Да приносим плод Богу, то есть, чтобы от этого брака, в котором сочетались мы со Христом, рождать нам Богу детей, то есть добрые дела. Послание к римлянам, 7 глава, 5 стих. Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Толкование. Доказывая, что закон нисколько не помогает нам в избежании плодских страстей, а только показывает их, говорит, когда мы были в плодской жизни и в худых делах, то в членах наших действовали страсти греховные, обнаруженные законом и узнаваемые через закон. Не сказал, что члены производят пороки, дабы не дать место обвинению плоти. Ибо душа есть как бы музыкант, а члены гусли. Если музыкант играет дурно, то и гусли издают дурные звуки. Итак, когда мы состояли под законом и не могли избежать страстей, то рождались смерти дурные дела. Римлянам 7 глава 6 стих. Но ныне, умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. Толкование. Чтобы не огорчить, иудеев не сказал, упразднился закон, но мы освободились от него, то есть отрешились, освободились, умерли и стали мертвы и неподвижны по отношению к той привязи, на которой держали нас. А привязь – это есть грех, ибо на нем держались мы, как на цепи. Умерли же мы для греха, чтобы служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. В древности добродетель была трудна, потому что Адам получил в смертном теле своем множество природных недостатков. А теперь благодатью Христовой в крещении природа наша получила помощь от духа, который садил нас новыми и юными и освободил от ветхости и немощи буквы. Поэтому во время закона девство было редкостью, а теперь в церкви тысячи благочестиво ведущих девственную жизнь. То же самое следует сказать и о презрении к смерти. Послание к римлянам, 7 глава, 7 стих. Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех как посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «Не пожелай». Толкование. Закон не есть грех, но указатель греха, ибо я не знал бы пожелания, если бы закон не говорил «Не пожелай». Как же, наконец, случился потоп? Как сожжен садом, если до закона не знали, что пожелание есть зло. Знали и тогда, но тогда пожелание не было усилено, и потому познавали его не с такой обстоятельностью, с какой стали разуметь его, когда дан закон. Первоначально знали пожелание по одному естественному закону, но впоследствии и по писанному. Почему и стало оно поводом к большему наказанию? А это произошло не от научений закона, но от беспечности, не внимающих предписанием закона, что показывает апостол и далее. Послание к римлянам 7 глава 8 стих. Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв. Толкование. Не сказал, что закон произвел пожелание, но грех, который по златоусту, есть беспечная и испорченная воля. И дьявол, ибо его некоторые разумели под грехом. Или склонность к удовольствию и стремлении к худшему. Самое научение закона употребили во зло. Несправедливо было бы обвинить врача, который больному горячкой, готовому непрестанно пить воду, не дает пить, и тем усиливает в нем желание пить. Ибо дело врача запретить, а не пить, должен сам больной. Так и закон имел в виду научением отвлечь человека от похоти. Но грехолюбивая воля усилила пожелание и произвела не одно, но всякое пожелание, с напряжением делая зло. Ибо, когда кому-нибудь воспрещает что-либо, тогда он более неистоствует. Итак, грех тогда обнаружится, когда закон был нарушен. Ибо без закона грех мертв, то есть не почитается существующим. Когда же есть закон, предписывающий должное, то грех живет, то есть существует и представляется грехом тем, которые приступают закон. Решат сознательно. Послание к римлянам, 7 глава, 9 стих. Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил. Толкование. Да Моисей говорит, я жил без закона, почему и подвергался не строгому осуждению. Здесь в лице себя разумеет природу человеческую. Но когда пришла заповедь, то обнаружилось, что грех есть грех. Ибо хотя люди грешили и прежде, однако не сознавали того. А в этом-то и благо закона, что он сделал людей сознающими, что они грешат. Слова «я умер» понимает двояко. Итак, «согрешил» и так «сделался повинен большему наказанию». В чем виновен не закон, но тот, кто внемлит ему. Представь, например, кто-нибудь болен и не сознает, что он болен. Потом приходит больному врач и открывает ему, что он болен, и что ему следует воздерживаться от такой-то пищи, как усиливающей болезнь. Больной не послушался врача и умер. «А я умер, и таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти, потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею». Толкование. «Не сказал, заповедь сделалась для меня смертью, но послужила». Объясняя тем необыкновенность и странность такой несообразности. Цель заповеди – не вести к жизни, для чего и дана она. Если же произошла из того смерть, то виной этого не заповедь, ибо меня обольстил и умертвил через заповедь грех, то есть стремление к худшему и испорченное и грехолюбивое сердце. А лучше сказать удовольствие, «Ибо если бы не было заповеди, показывающей грех, то я и совершающим грех не почитался бы, и не был бы повинен наказанию. Ибо слово «умертвил» следует понимать о том и другом, и о грехе и наказании, как и выше сказано, о слове «я умер». Вся сущность мысли апостола такая – когда нет закона, то грех не вменяется. Когда же пришел закон и нарушен, то грех обнаружился и ожил. Так что через нарушение заповеди грех, то есть обнаружение и состояние греха выступает, тогда как прежде он и не существовал и не вменялся, потому что и закона не было. Поэтому закон сам по себе не был причиной греха, но он не мог и освободить от него. Так что вследствие этой немощи закона мы возымели нужду в благодати. Послание к кремлинам, 7 глава, 12 стих. «По всему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра». Толкование. «Здесь весьма явно заградил уста маркианитов, манихеев, симониан, и всех осуждающих Ветхий Завет. Ибо ясно провозглашает, что закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. Различать же закон от заповеди, как общее от частного. Ибо в законе одно составляет догматы, а другое – заповеди. Итак, и догматы закона святы, святы, и заповеди касательно деятельности святы, и праведны, и добры. Следовательно, они суть законоположения благого и праведного Бога. Хотя упомянутые еретики и богохульники богохульствуют, что закон происходит от злого Бога». Послание к кремлинам, 7 глава, 13 стих. «Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак. Но грех, оказывающийся грехом, потому что под средством доброго причиняет мне смерть. Так что грех становится крайне грешен посредством заповеди, толкования. Закон, говорит, не сделался для меня смертью, но умертвил меня грех, чтобы стало ясно, какое зло есть грех, и что он, несмотря на врачевание законом, стал хуже. А под грехом, как сказали мы, выше разумея, и склонную к удовольствию волю, и стремление к греху, и потому дьявола, и самую деятельность, увлекаемую удовольствием. Благодарение Христу, освободившему нас от такого зла. Какая пагуба есть грех, это открылось через заповедь. Ибо грех воспользовался заповедью к смерти. Так и о болезни. Когда она через врачебные пособия приходит в худшее состояние, можно сказать, что она обнаружила злокачественность свою посредством врачебного искусства, хотя не получила от него никакой пользы. Послание к римлянам, 7 глава, 14 стих. Ибо мы знаем, что закон духовен, а я, плотян, продан греху. Толкование. Апостол сказал, что грех открылся через заповедь. Посему, дабы ты не подумал, что виной греха закон произносит общий приговор и говорит. Ибо мы знаем, что закон духовен. Всем, говорит, известно и всеми признано, что закон отнюдь не есть причина греха, но что он духовен, то есть наставник, добродетель и враг порока. Отчего же произошел грех при столь дивном наставнике? От нерадения и немощи учеников. Ибо я, говорит, плотян, что значит, все естество человеческое, как до дарования закона, так и во время закона наполнено было множеством страстей. Ибо вследствие преступления Адамова мы не только сделали смертными, но природа наша получила страсти, предалась греху и стала рабой, так что и головы не могла поднять. Римлянам, 7 глава, 15 стих. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Толкование. Здесь говорит не о совершенном неведении, ибо если бы грешили в неведении, то за что же были бы наказываемы? Что же говорит? Пребываю во тьме, увлекаюсь, не знаю, как увлекает меня грех. Посему, когда говорит не понимаю, то указывает не на незнание того, что должно делать, но на опасности, ковы, обольщение, увлечение. Все это говорит о людях, живших до пришествия Христа воплоти, хотя представлял самого себя. «Потому что не то делаю, что хочу, так выражается вместо следующего, ибо тогдашние люди не то делали, что хотели. Выражаясь же так, не внушают необходимости или принуждения. Ну что, — говорит, — вот что. Чего не одобряли, чего не принимали, чего не любили, то делали. Видишь ли, что не вводит ни принуждения, ни необходимости, ибо в противном случае присовокупил бы, к чему вынуждаясь необходимостью, то делаю. Но это не сказал, а говорит, что ненавижу. Как же произошло зло по увлечению, по немощи, которую имели от преступления Адамова. Эту-то немощи не мог вращивать закон, хотя и говорил, что должно делать. Ее вращивал пришедший Христос. Итак, здесь во всем, что сказал и что намерен сказать, целью апостола так, чтобы доказать, что естество человеческое пришло в неисцелимое состояние, и что его никто не исцелит, кроме Христа. Послание к римлянам, 7 глава, 16 стих. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. Толкование. Что закон добр, говорит, видно из того, что я по природе знаю, что должно делать, и что разум у меня не поврежден, хотя я и предаюсь пороку. Послание к римлянам, 7 глава, 17-18 стихи. А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех, ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Толкование. Не сказал, что плоть делает это, но грех, то есть увлекающая меня мучительство греха. Что же болтает вооружающиеся против плоти и исключающие ее из числа творений Божиих? Они предъявляют. Ведь апостол говорит, не живет во мне, то есть в плоти моей доброе. Выслушай, в каком отношении высказал он это. Человек состоит из двух частей, души и плоти. Из них первая, то есть душа, властвует всем, а плоть есть раба. Посему выражение «не живет в плоти моей доброе», значит, не состоит во власти плоти, но во власти души. Что изберет душа, то и делает плоть. Все равно, как если кто скажет, что стройный зуб не в гуслях, но в гуслисте, тот не уничижает гуслий, но показывает превосходство художника перед инструментом. Послание к кремлинам, 7 глава, 19-е, 20-е стихи. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Толкование. Слово «мне нахожу» обозначил нападение и козни греха, ибо слагает вину из существа души, из существа плоти, а все приписывает порочные деятельности и воли. Когда говорит «которого не хочу», то слагает вину с души, а когда говорит «уже не я делаю», то слагает вину с тела. Кто же делает зло? Грех, который, по словам Иоанна Златоуста, есть порочная и грехолюбивая воля. А эта воля не есть создание Божие, но наше движение. Воля сама по себе есть творение Божие, но воля, направленная к известной цели, есть нечто наше собственное, действие нашего произволения. Выше сказано, что такое грех, то есть мучительство греха, увлекающий ум наш через удовольствие. Римлянам, 7 глава, 21 стих. «Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое». Толкование. Выражение неясное, в нем чего-то недостает. Надлежало бы сказать, «Итак, когда хочу делать доброе, нахожу в себе законе защитника. Однако не делаю доброго, потому что прилежит мне зло». Смысл настоящего места такой. «Познание добра изначально вложено в меня. Нахожу также, что и закон защищает оное, и хвалит. И я желаю делать добро, но вовлекаюсь какой-то другой силой. И в мне прилежит зло, то есть действие зла не уничтожается во мне». Впрочем, святой Иоанн Златоуст, истолковав настоящее место как неполное, внушает, что его можно понимать и иначе. Именно так. «Нахожу, что закон дан не другому кому, но мне, желающему делать доброе, ибо закон есть закон только для желающих делать доброе, как желающий того же, чего желает и он». Это уяснится из последующего. Римлянам 7 глава 22-23 стихи. «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». Толкование. «Я знал добро и до закона, и когда нахожу оно изображенным в письменах, хвалю закон и соглашаюсь с ним по внутреннему человеку или по уму своему. Но вижу иной закон, то есть грех, который назвал законом, потому что обольщаемые им покорствуют ему и боятся покинуть его, как закон, который должен был быть исполнен. Закон этот противоборствует закону ума моего, то есть закону естественному. Выше назвал его внутренним человеком, а теперь ясно называет его умом и одерживает верх, даже делает меня пленником, побеждая и естественный, и письменный закон». Каким образом делает пленником? Законом греховным, то есть силой, мучительством, не сказал влечением плоти или природой плоти, но законом греховным, господствующим в членах моих. Значит, в этом не виновата плоть. Если разбойник займет царский дворец, то дворец немало не виновен в том, так и здесь. Если в членах моих обитает грех, то от этого плоть не зла. Некоторые подмечают здесь четыре закона. Один Божий, научавший нас приличному, другой, противоборствующий, приходящий к нам под действием дьявола, третий закон ума, то есть естественный, последний, находящийся в членах наших, то есть грехолюбивое произволение и склонность к злу, делающие нас посредством привычки нечувствительными, ожесточенными сердцем. Послание к римлянам, 7 глава, 24 стих. «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Толкование. Закон естественный стал недостаточным, когда закон писанный оказался бессильным. Тот и другой победило мучительство греха. Откуда же будем надеяться на спасение? Кто избавит меня от всего тела смерти? То есть повинного смерти. Ибо тело, сделавшись подверженным страданию вследствие преступления, стало от этого и с подручным греху. Скажет кто-нибудь, если тело было с подручным греху, то за что были наказываемы грешники до пришествия Христова? За то, что им даны такие заповеди, которые они могли исполнить и находясь во власти греха? Послание к кремлинам, 7 глава, 25 стих. «Благодарю Бога моего и Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха». Толкование. «Поставленный в безвыходное положение и не нашедший другого Спасителя по необходимости нашел Спасителем Христа. По необходимости нашел Спасителем Христа. Поэтому и благодарит Бога, Отца, Иисусом Христом, Господом нашим, то есть причиной благодарения Христом. Он, говорит, «Исполнил то, чего не мог сделать закон. Он избавил меня от немощи плоти, укрепив ее так, что она не состоит уже под мучительством греха. Но как через преступление Адама, сделавшись смертной, стал удобопреодолимой для греха, так через послушание распятого и воскресшего, получив залог нетления, мужественно противиться греху». Все. Я на 21.